всем привет сегодня я разбираю большую прекрасную квартиру от застройщика брусника квартира с тремя спальнями с большим общим пространством с террасой дорогие друзья это брусника в академии и разбираю эту квартиру для семьи прекрасной семьи айтишников с ребенком в будущем и с котом поехали друзья так уж получилось что пандемия приучила нас работать дома и многие так и остались не выходя в офис дома продолжать так сказать трудиться и в общем многие работодатели этому не против и даже поощряют поэтому сейчас один из главных запросов это как сделать так чтобы комфортно работать дома и вот сегодня я разберу квартиру которая предназначается для семьи из двух человек мужчина и совсем скоро у них появится ребенок но пока что они радуются присутствию кота который которого они нежно любят и он является тоже частью их семье что у нас есть у нас есть большая квартира от брусники которая находится в академии край города можно сказать но там прекрасные виды на лес и и здесь есть терраса ребята терраса это прямо подарок поэтому если вы работаете дома вы например айтишник как мои дорогие уважаемые любимые заказчики и дома сидите и пишите какие-то коды то вам просто необходимо терраса я считаю это же очень круто даже во двор выходить не надо а вообще это же такая категория людей но не все конечно но поправьте если я ошибаюсь ну то есть они такие наверное немножко замкнутые такие домоседы ну любят погрузиться в работу вот все так сказать уйти в работу с головой то есть чтобы никто не отвлекал новейшие террасы при таком раскладе это просто подарок когда ты можешь из домашнего пространства буквально мгновенно попасть на улицу посидеть выпить чайку полюбоваться на лес лес там есть это прекрасно и чай я думаю тоже найдется так что все здорово и так прекрасная большая квартира что не так что не так давайте смотреть что не так и как это не так можно исправить брусники конечно молодцы бьют себя в грудь что мы самые лучшие удобные планировки делаем так ли это сомневаюсь потому что для того чтобы делать классно планировки продумано удобно и комфортно и не просто комфортно с точки зрения физически а и удобно с точки зрения психологически а для этого нужно много изучить прочитать ну и так далее то есть я изучал очень много книг и по психологии в том числе как пространство влияет на нас вот вот так друзья поэтому обращайтесь за планировками ко мне вот и прежде чем я сейчас расскажу вам про эту квартиру обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал который называется интерьерные встречи там много полезного интересного про дизайн каждую неделю прямые эфиры про дизайн там вы можете задавать вопросы закидывать темы ну в общем какое-то общение поддерживать поэтому всех приглашаю в telegram по ссылочке в описании переходим подписываемся там вас всех жду нежно люблю там и увидимся дорогие друзья ну а здесь здесь продолжаем разбор планировки и так здесь у нас есть аж целых три спальни естественно 1 предназначается родителям скорее всего это вот та большая в которой есть свой выход в ванную комнату есть еще одна спальня это скорее всего будет детская есть третья которую мы планируем превратить в кабинет я напоминаю что мои дорогие уважаемые заказчики работают из дома очень много времени поэтому им нужно отдельное пространство есть большое общее пространство кухня столовая гостиная все в одном это очень удобно есть постирочная и есть еще одна ванная очень здорово что есть отдельное помещение под стиральную машину так называемая постирочная зона это прям подарок потому что я считаю не должно в ванной стоять стиральная машина ну не должно и все она же портит внешний вид и какую бы дорогую плитку вы не купили дизайн это уже не будет потому что есть вот этот монстр с грязным бельем порошками и корзиной и все такое прочее в общем жуть класс класс что здесь есть постирочная но не классно что она граничит с детской комнатой мы ведь часто стираем ночью правда включили машинку она себе стирает там спокойно но она как стирает она же вибрирует шумит а соответственно за стенкой детской это будет слышно ну может кого-то не смутит меня бы смутило поэтому эту ситуацию будем менять что еще меня смутило это прихожая но смотрите сами такая большая квартира а прихожая посмотрите какая малюсенькая и какой-то буквы г но так не должно быть а должно быть вот как мы заходим в квартиру и мы должны ощутить радость от того что мы зашли к себе домой до мой милый дом а здесь что мы зашли в коробку закрылись как и индус на обочине дороги живущие в коробке из-под холодильника что такое то есть так не должно быть зато есть гардероб есть гардероб до плюс но все-таки вот то что вот этот вот какой-то вот это норка это плохо такого быть не должно надо исправлять надо исправлять спальне смотрите как стоит мебель кровать напротив нее стоит 2 но видимо мужской женский шкаф и посередине стол ну типа вот сиди работой видимо ребята посмотрели мои виде видео и поняли его буквально то есть вот по осям расположили все центровали все симметрично все зашибись но как-то что-то не то собственно и заказчиков то это тоже смутило в общем все это великолепие будем сейчас исправлять немножко править и будет счастье и так прихожая что в прихожей главное прихожей главное чтобы она нас радовала это первое то есть она должна быть просторной и нарядной она должна задавать настроение тонну и как самое главное второе это места хранения где мы будем хранить всю одежду для того чтобы получить простор красоту я снес стены гардеробной и убрал гардеробную да да вот кто-то мечтает о ней а я здесь вот их хозяев то и лишил этой самой гардеробной но зато сделал шкафы смотрите каким образом построил дополнительные перегородочки и внутрь образовавшейся ниши запрятал встроенный шкаф с другой стороны я запрятал узкий шкаф под обувь теперь в глубоком шкафу у меня будут в два яруса висеть вещи одежда куртки пальто пуховики и прочее в узком шкафу у меня будут внизу стоять обувь вот так вот рядами а сверху у меня будут шапки перчатки шарфы ну и прочее что необходимо в прихожей таким образом мне удалось получить большую комнату правильной прямоугольной формы это очень важно здесь получилось поставить какой-то пуф или стул нарядный за ним можно сделать большое зеркало которое будет увеличивать пространство в которое можно смотреться и в общем когда ты заходишь домой ты уже чувствуешь себя совершенно по-другому я дома ну вот хорошо просторно я расширил вход в кабинет поставил два стола ну для них обоих они оба работают есть диван где могут кто-то посидеть может кто-то остаться переночевать можно перегородки закрывать и там так сказать чувствовать себя комфортно проем максимально широкий для того чтобы зрительно зрительно прихожая и кабинет объединились в такой единый такой перетекающие пространство чтобы дневной свет туда попадал чтобы у нас глаз не останавливался на стенах в прихожей а он смотрел дальше в кабинет в окно за окно это очень здорово это ощущение простора дальше проходим и здесь практически ничего я не менял по компоновке единственное я добавил буфет в который у нас может или комод какой-то красивый там можно дополнительно кухонное оборудование например поставить чайник кофе-машину можно если это буфет посуду расставить бутылки бокалы фужеры ну и много чего еще и сделать это красиво кухня с островом это обязательно здесь он сам собой на про напрашивается и проектировщики из брусники точно также поступили единственная изменил форму стола я предлагаю его поставить овальным для того чтобы избежать прямых углов потому что когда мы ходим все-таки немножечко здесь пространство ограничено и эти углы мы можем цеплять а так мы плавненько будем обходить и беречь свои бока вот вот я здесь так сказать сделал так что синяков не будет у хозяйки дома идем дальше и здесь я поменял местами постирочную и ванную комнату ванную я сделал поближе к комнате а постирочную отнес наоборот подальше во первых это звуки то есть от стиральной машины она не должна нас больше беспокоить и второе там где постирочная вы видите очень много уступов вот эти вот все стены с коммуникациями они дают вот эти все углы ниши какие-то непонятные да пусть они лучше будут в постирочной в постирочной красоту особую наводить не надо а вот в ванной надо и поэтому ванны все вот это вот пространство оно должно быть правильной формы и здесь она прямоугольная правильно без всяких углов значит не будет никаких дурацких ниш плиточка будет аккуратно у нас лежать и в общем все будет хорошо красиво гармонично дальше заходим в детскую детская ну стандартный набор шкаф стеллаж справа слева есть кровать кресло рядом с кроватью можно мама может сесть почитать книгу там вместе с ребенком есть маленький столик где можно заняться лепкой рисованием стеллаж обязательно где будут храниться игры книги там для рисования что-то но и все такое прочее что необходимо ребенку ну и самое главное мастер спальня у родителей я ее полностью перей начал заходя в это пространство мы сначала попадаем в зону гардеробной в зоне гардеробной есть шкаф глубокий и есть шкаф неглубокий глубокий для вещей на плечиках неглубокий 40 сантиметров это те вещи которые мы складываем и на полочке аккуратненько укладываем это очень удобно в глубокий шкаф класть неудобно потому что получается одни вещи за другими а в узкий шкаф все в одном уровне все перед тобой перед глазами таким образом мы и место сэкономили в общем пространстве то есть у нас гардероб поуже получился и сделали удобно и функционально там где кровать остается место под достаточно широкую метр восемьдесят кровать тумбочки напротив комод телевизор на стандартный набор ну и ванная комната ванная унитаз и две раковины причем здесь обратите внимание на входе сразу же у нас есть две раковины а унитаз немножечко сбоку соответственно когда дверь открыта мы его не видим более того при таком расположении мы совершенно спокойно дверь ванную можем сделать полностью стеклянной например это очень здорово потому что утром когда мы заходим умыться то есть дневной свет туда достает освещать эту комнату и это прям совершенно другие ощущения от пространства ну и соответственно стена у нас может быть единая это зрительно увеличивает пространство вот такие плюсы ну а если кто-то стесняется то можно шторочкой перекрыться или смарт-стекло сделать ну тут уж кто как решит ну и конечно остается шикарная терраса которую здесь я оставил без внимания потому что мой разбор касается непосредственно планировки внутреннего пространства хотя на террасы нужно тоже конечно же обязательно думать размышлять и как там что поставить что можно что нельзя как удобно неудобно но эта тема следующего ролика друзья пишите в комментариях с чем вы согласны с чем не согласны как бы вы сделали по-другому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылочка в описании обязательно обращайтесь за разбором планировки я всегда сделаю удобно гармонично и мы это с вами обсудим ссылку в описании я тоже оставлю как можно со мной связаться по этому вопросу это называется у нас планировочная помощь поэтому заказывайте всегда буду рад но на этом все ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал всем пока да прибудет с вами муза